Ну что, друзья, у нас сегодня женские темы царят на медицинской площадке. Давайте мы отпустим вашу пациентку. Садитесь, пожалуйста. И у нас сегодня в гостях замечательный доктор. Прежде всего, он блестящий микрохирург. Он пришивает руки, ноги, пальцы, носы. И реконструирует, восстанавливает лица после тяжелых травм. Но и, конечно, это блестящий пластический хирург и специалист по эстетической медицине. Профессор, доктор медицинских наук Александр Григорьевич Пухов. И у нас 9 влюбленных в доктора, я уже в этом не сомневаюсь, правда, дорогие дамы? Женщин, которые пришли к нам, потому что хотят измениться к лучшему. С Александром Григорьевичем мы начинаем целый цикл, посвященный тому, как нам, женщинам, ухаживать за собой, чтобы не состариться. Многое можем сделать мы. Невероятно много могут сделать профессионалы. Но все-таки начинать стоит с самих себя. Вот первую программу мы посвящаем пилингам лица. И у нас для вас тест. Александр Григорьевич, как мы ставим вопрос? Строго и серьезно. Да. Вот я хотел бы спросить у вас, что вы знаете о химическом пилинге? И кто-то из вас, может быть, делал? Итак, друзья, если вы знаете, что такое пилинг, дамы, если вы его делали себе, нажмите на зеленый квадратик. Если вы знаете, что такое пилинг, но никогда в жизни пилинга не делали, нажимайте на желтый. Если вы вообще не знаете, что такое пилинг, и вам все равно вообще, какое у вас лицо и как вы выглядите, тогда на красный. Ну что ж, дорогие дамы, всех вас посмотрел профессор Пухов. Он посмотрел на ваши лица как профессионал. И вот сейчас на ваших экранах загорится мнение профессионала. Нужна ли вам такая процедура, как пилинг лица? Это серьезный уход за кожей. Если нужна, экран красный. Если нет, экран зеленый. Если сомнение, экран будет желтым. Итак, смотрите на ваши экраны. Кому нужна эта процедура? Руки поднимите, пожалуйста. Кого вызываем? Пилинг нужно делать всему залу вообще, я считаю. Абсолютно верно. Кого вызываем? Мы вызываем женщину под номером 7, да? Вот, вот, вот. Вас мы вызываем. Проходите к нам, пожалуйста. Спасибо. Ну, давайте с вами будем знакомиться. Вы-то у нас нажимали какую? Зеленую кнопочку? Желтую или красную? Когда сами желтые. То есть, знаешь, что такое пилинг, но никогда не делала, да? У меня дочка училась в медицинском институте. И когда она проходила косметологию, дерматологию, я с ней вместе немножко читала. Так что такое пилинг? Он разный бывает пилинг. Бывает глубокий, бывает более легкий пилинг. Вот, сильно не вникала. Поняла, что... Вот вам надо было красную кнопочку нажимать. Вообще-то любая женщина должна знать, что это такое, и пользоваться этой совершенно уникальной процедурой. Вы у нас кто по профессии? Сейчас я уже на пилинге все. Что ж такие все молодые на пенсию уходят? Правда, на пенсию. Александр Григорьевич, ну давайте, для нашей молодой пенсионерки что такое пилинг? Пилинг, это с английского слова переводится как отшелушивание, это очищение кожи. Существует несколько видов пилинга. Это легкий, срединный и глубокий. Вот легкий пилинг, это пилинг основан на фруктовых кислотах. Это идет отшелушивание поверхностного слоя кожи, ретикулярного слоя эпидермиса. То есть это как бы очищение слоя кожи, улучшение его кровоснабжения. Давайте вот мы положим нашу гостю на кушетку и уж ей пилинг сделаем. Ложитесь, пожалуйста, прямо на кушетку. Итак, пилинг, это отшелушивание. Вот пока профессор готовит нашу даму к пилингу, я хочу показать вам, как выглядит лицо ребенка и стареющего человека. Давайте посмотрим. Итак, у детей изумительная кожа. Очень мало поверхностных, мертвых, ороговевших чешуек. И они отшелушиваются сами. Но с годами, когда мы стареем, скорость отшелушивания уменьшается. Эти чешуйки остаются у нас на лице, и вырастает огромный слой мертвых, не отшелушенных чешуйок. Поэтому, конечно, профессор Пухов прав на тысячу процентов, когда говорит, что всем женщинам старшего возраста пилинг нужно делать как обязательную процедуру. Вот почему речь не идет о мужчинах? Потому что мужчины себе каждый день делают пилинг, да, Александр Игоревич? Когда они что делают? Ну, мужчины вообще бреются каждый день. Это можно тоже считать механическим пилингом. Я вот хочу, чтобы профессор Пухов сказал, сколько ему лет. Пока просто предлагаю отгадать. Как вы думаете, сколько лет Александру Григорьевичу? Около 50. А вам сколько лет? А я пенсионерка. 55? 55. Ну вот можно вас еще раз попросить встать, потому что это того стоит. Идите сюда, Александр Григорьевич. Если мужчину и женщину одного возраста поставить рядом, мужская кожа будет всегда лучше, потому что мужчины бреются. Сколько вам лет? 55? Да. Александр Григорьевич, сколько вам лет? Говорят, до 50. Скажите, да. Около. Нет, больше. Мы с вами ровесник. 55 лет. Вот она, мужская кожа. Просто завидно, правда? 55 лет профессору. Но вот это постоянное бритье, оно делает мужскую кожу другой. Ну что, я главную тайну раскрыла. Возраст профессора, ложитесь, пожалуйста. Теперь будем омолаживать вас. Нам женщинам, конечно, не повезло. Нам приходится о себе заботиться. А мужчинам все дано от природы. Даже кожа хорошая. Давай речь повели о пилингах. То есть сейчас мы будем делать легкий пилинг. Срединный пилинг. Легкий пилинг, он вызывает только покрасение кожи. И на вторые-третьи сутки легкое шелушение. То есть бояться его не надо. Срединный пилинг – это очищение кожи более глубоких слоев. Это базальные мембраны кожи. Когда мы будем делать, кожа будет иметь такой свет, как бы облачко фроста, так называемое, появляется. А глубокий пилинг – это, конечно, это такая манипуляция на грани хирургии, пластической хирургии. И ими владеет очень мало специалистов. Это такая очень серьезная процедура. Мы сегодня тоже о ней вам расскажем и покажем. Но его тоже бояться не надо. Это мы вам покажем. Пока легкий пилинг. Легкий пилинг. Давайте начнем, Александр Григорьевич. Да. Легкий пилинг, он делается достаточно простая процедура. Удаляется, обезжиривается кожа лица. Никаких болезненных ощущений здесь нет. Не надо обязательно как-то особенно готовиться. Пациентам брать больничный лист или уходить с работы. Пациентки приходят ко мне в обеденный перерыв. Я им делаю пилинг, и они уходят, продолжают дальше работать. Будьте осторожны. К вам хлынут все из этой программы. Раз за обеденный перерыв можно все решить. Друзья, сейчас проводится процедура легкого или поверхностного пилинга. То есть мы сделали, мы обезжирили лицо, очистили его. Теперь небольшими тампончиками, которыми я промокаю и насыщаю лекарственное вещество. А это глюхолевая кислота. То есть она является одним из основных компонентов для поверхностного пилинга. Смачиваю тампоны и буду сейчас наносить в один слой этот препарат на лицо нашей дамы. Смотрите, как только наносится препарат на кожу, в данном случае это фруктовая кислота, происходит следующее. Вот смотрите, мы видим кожу сейчас. На нее наносится препарат. Сама по себе кислота. Ее частички, конечно, проникают внутрь. И вот те самые клетки макрофаги, о которых начал говорить профессор, они вот эти большие сиреневые, они начинают поедать кусочки этого вещества. И в момент поедания они выделяют цитокины, активные вещества, среди которых факторы роста кожи. Вот те самые факторы роста, которые потом дадут возможность расти эластину, коллагену, всем структурным белкам, которые нашу кожу сделают упругой. Пилинг – это лучшая процедура не мгновенного омоложения, а запуска всех процессов реального омоложения кожи. Вот смотрите, Александр Григорьевич уже практически все нанес. Да, Александр Григорьевич? Да, я практически нанес. Вот какие ощущения? Пощипывает. Легкая есть. Легкая пощипывание. Больше, да, вот больше каких-то болезней, ощущений, больше ничего не будет. То есть наносится этот препарат, и после того, как мы его нанесли, кожа смазывается специальным кремом. Этот крем наносится на лицо и не смывается в течение суток до самого утра. Утром вы, как обычно, умываетесь, и затем наносите на лицо жирный крем, потому что будет ощущение растягивания, сухости. Для того, чтобы это вас не беспокоило, вы наносите любой жирный крем. Вот сейчас, если присмотреться, вот я смотрю через увеличение, небольшая гиперемия, буквально небольшая. То есть покрашивание? Этого достаточно. Чувство, небольшое чувство жжения есть, да? Да, легкое. Как бы пощипывание. Сейчас я нанесу крем. Вот мне нравится, что Александр Григорьевич сказал, женщина может сделать это в обеденный перерыв. А вообще-то женщина этими процедурами должна заниматься очень осознанно, потому что они простые и очень эффективные. Многие легкие пилинги можно делать дома. Даже к врачу не надо ехать. Продаются специальные наборы, кремы с фруктовыми кислотами и так далее. Ну что, вот мы нанесли крем, да? Да, мы нанесли крем, он остается, его не надо снимать. Это жирный крем, в него входит также анестетик, обезболивающий препарат, который снимет это неприятное небольшое чувство жжения, и вы будете чувствовать себя достаточно комфортно. Вот я нанес этот препарат, и в принципе все. Вот это то, чего вы так боялись. То, о чем вы боялись даже спросить. Раздевайтесь, снимайте халатик, садитесь на ваше место, но наш разговор о пилинге не закончен, друзья. Есть серьезные глубокие пилинги. Вот Александр Григорьевич сказал, что это на грани хирургии, но это почти хирургия. Сейчас мы вам покажем, как такой глубокий, серьезный пилинг глубочайшего воздействия на кожу лица делает профессор Пухов. Это одна из его удивительных врачебных историй, которых, конечно, у профессора Пухова много. Итак, Александр Григорьевич, вот мы видим вашу операционную и вас, и началась эта процедура. Точно так же, человек под наркозом, это глубокий пилинг. Сейчас вы наносите препарат, да? Да, сейчас я наношу этот препарат, но вся эта процедура, конечно, длится не так, как и легкий пилинг. Этот препарат втирается в кожу в течение 40 минут. Это достаточно агрессивный препарат. Он делается на основе или трехлоруксусной кислоты, или фенола. То есть это вы видите, какой достигается эффект фросток, то есть белеет кожа лица. То есть этот препарат проникает... Это, по-моему, это химический ожог. Да, вообще все пилинги – это химический ожог. Разные глубины воздействия. Это более глубокий ожог. Но он дозированный, он запрограммирован. Лицо заклеивается пластырем по силовым линиям. Это какой день после процедуры? Это на второй день мы снимаем весь тот лейкопластырь, трехслойный, который мы нанесли, и затем формируем как бы вторую маску. Обрабатываем лицо специальным порошком, который считается антисептиком. Затем на девятые сутки наносится специальная мазь, заклеивается лицо, и на десятые сутки все это очищается. Вот я хочу, чтобы вы показали сейчас фотографию нашей гости, которую мы увидим через несколько минут. как она выглядела до начала процедуры пилинга. Вот эта женщина до пилинга. Нелли, проходите к нам, пожалуйста. Сегодня ей 78 лет. Вы сами довольны результатом? Еще бы, конечно. Очень даже довольна. Особенность пилинга в чем? С годами он ухудшается или улучшается? Мне кажется, даже улучшается. С годами глубокий пилинг, он делает кожу лица еще более лучшей. И пациенты, которые приходят через 5-6 лет, они говорят, что кожа лица еще улучшилась. Во время глубокого пилинга запускается процесс регенерации новой кожи, восстановления. Тоже идут туда массы макрофагов, которые восстанавливают эпитериальный слой кожи. Это не хирургическая подтяжка, это изменение качественного состава кожи. 80-летней бабушкой она никак не выглядит. Согласитесь со мной? Правда, друзья? Ну что, вот такая очаровательная женщина у нас в гостях. И, конечно, потрясающий доктор, профессор Александр Григорьевич Пухов. Вы можете задать и нам, докторам, и Нелли, любые вопросы. С какого волоса можно делать химический пилинг? Химический пилинг можно делать, начиная где-то после 20 лет. Уже можно делать и заниматься чисткой лица. Вообще, иногда, даже и раньше, когда имеются проблемы кожи, особенно угоревая сыпь, последствия угоревой сыпи, которая наступает в переходном возрасте, и которую не надо запускать до какого-то зрелого возраста, а можно сразу заниматься. Я, друзья, пока вы отвечаете на вопросы, я хочу, чтобы просто нам показали фотографии пациенток доктора Пухова до и после пилинга. Просто посмотрите, чтобы у вас настроение улучшилось. После пилинга могут быть осложнения. Если правильно сделан пилинг, и пациент выполняет все те рекомендации, которые ему даны, то никаких осложнений не бывает. Ну что, Нелечка, у вас есть какое-то пожелание для женщин, которые сегодня в нашем зале? Некоторые впервые вообще узнали, что за собой можно ухаживать. Оказывается, можно. Да. Жить здорово, когда есть такая программа, которая называется «Жить здорово», она очень нам помогает в этом. Ну что, друзья, спасибо Нелле, спасибо Александру Григорьевичу Пухову. И это все про медицину.